Телеканал СВОТВ Ставропольский край продолжает работу в эфире программа Актуальное интервью. Меня зовут Ростиславский Дан, здравствуйте. Разговариваем о главном и сегодня поговорим о поддержке наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В нашей студии Николай Борисенко, руководитель Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Николай Иванович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Николай Иванович, для тех наших телезрителей, которые не знают, что такое «Боевое братство», предлагаю сейчас первую пятиминутку посетить ликбезу в этой области и рассказать о деятельности общественной организации и в целом об ее истории, для того, чтобы наши телезрители имели представление о смысле нашей беседы. Итак, «Боевое братство» в Ставропольском крае. Что из себя представляет, как оно существует? «Боевое братство» — это в Ставропольском крае отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Оно существует уже 25 лет. В декабре будет 25 лет, как создана Всероссийская организация. И на учредительном съезде присутствовало от Ставропольского края два делегата. Это Мищенко Николаев. Ну и я так получилось, что были на учредительном съезде. Основные задачи — это первоначально было забота о наших ветеранах, членах семей погибших. Но время идет, и появляются новые задачи. Сейчас нам необходимо передавать наш опыт ветеранов по воспитанию нашей молодежи. Как ни странно, но существует очень много и ветеранских организаций, и молодежных. Но той ступенчатости, которая была ранее при Советском Союзе, некоторые говорят, да, это плохо, но это неправильно. То есть дети должны, начиная с детского сада даже, потом школа, потом студенческие годы, они должны идти по какой-то своего рода карьерной лестнице. И в этом году на съезде, в прошлом году было принято, а в этом году было подписано на уровне Российской Федерации тройственный договор. Это юнармия, волонтерская рота, боевое братство. Юнармия — это те, кто до 18 лет, а уже до 16 даже, а после 16 — это волонтерская рота. От 16 до молодежного возраста. Потом боевое братство. То есть это преемственность своего рода. И детям помогаем в то же время, и пока они в юнармии ходят, военно-патриотические клубы, которые возглавляют многие ветераны боевых действий. Вот, в принципе, в то же время и проводим работу с нашими ветеранами, зачастую которым, ну, как они считают, находятся в безысходном. Но большинство вопросов решается, и самостоятельно надо решать. Но все равно поддерживать таких людей надо. Мы с Николай Ивановичем познакомились лет пять назад по ходу моей еще работы над циклом программ, посещенных войне в Афганистане. Вот как раз-таки боевое братство и этот конфликт, мне кажется, наиболее плотно связаны, учитывая, что и вы, Николай Иванович, насколько я помню, были в Афганистане, проходили там службу. И в целом президиум боевого братства в Старопольском крае так или иначе касался этой темы. Вот сегодня другие задачи выполняют наши военнослужащие. Вокруг специальной военной операции развернулась полномасштабная информационная война. Об этом мы говорим ежедневно. И достаточное количество фейков, ложных сообщений в эфире нашей программы обозрения, которая выходит каждый будний день в 20.00, развенчиваем. Олег Исаев и наши коллеги готовят для вас самую плотную информационную сводку этого дня. Сегодня, друзья, тоже включайте нас в 20.00, для того, чтобы посмотреть самые важные новости о специальной военной операции по защите Донбасса и в целом о геополитике в мире. Те новости, которые касаются нас с вами. Однако наша с вами тема сегодня, военно-патриотическая работа, она тоже достаточно, скажем так, подвержена критике со стороны достаточного количества людей. И вот как раз таки сегодня у нас есть возможность для этих скептиков достаточное количество мифов вокруг военной патриотики и развенчики. Николай Иванович, вообще самые главные ориентиры и мотивация, скорее, давайте, наверное, о мотивации первоочередно поговорим, которая вас, уже людей, поживших жизнь, знающих ее, заставляет передавать детям, нашим наследникам. Вообще, что движет? Чем руководствуетесь в этой работе? Вот здесь можно сказать, что ты только что затронул, что Афганистан, но ведь не все знают, даже могу сказать мало кто знает, что после Великой Отечественной войны наши воины принимали участие в более чем 40 различных военных конфликтах и воинах, будем называть так. Оказывали интернациональную помощь, в том числе уже, это не секрет, что и на территории Российской Федерации, это та же самая компания Запада была, пытались развернуть то, что сейчас развернули на Украине. Поэтому мы должны детям передавать, что мы воспитывались на подвигах ветеранов Великой Отечественной, но все-таки вот это расстояние, чем дальше, тем сложнее понять. В то время говорили, молодежь нынешняя не та, она не способна, ну это все договорили и будут говорить, да, молодежь меняется, но когда касается родины, большинство из молодежи, они также готовы на пожертвования. Ведь об этом и в Афганистане были, и массовый героизм, то же самое на территории северо-кавказского региона. И вот для того, чтобы проводить такую более тонкую работу, не только с молодежью, но и с молодыми родителями, в том числе вот и твоего, потому что был период, когда, ну, этим вопросом не уделялось должного внимания. И вот мы сделали сейчас в организации мобильные выставки, это по подвигу шестой роты, по равнению на подвиг герои Ставрополя. Это собраны мобильные выставки, баннеры, где расположены вот герои Ставрополя, герои Советского Союза и герои Российской Федерации, ну, кого можно. И вот сейчас эти выставки по краю путешествуют и, в общем-то, все говорят спасибо, потому что, да, есть книги, но зачастую эта книга где-то лежит, а это привезли выставку, поставили, стараемся в ДК, чтобы был доступ и для детей, и для взрослых. А патриотика, когда работаешь с детьми, то сразу видишь отдачу работы, потому что, ну, дети, они, когда с ними работаешь, то они не обманывают, а тянутся к этому. А тем более у нас этого, ну, будем говорить, не хватает. Ну, вообще, да, Николай Иванович, когда непосредственно с ребятишками встречаетесь, просто вы несколько раз произнесли эту фразу, мол, молодежь уже не та, и из года в год мы слышим, поколение из поколения, ну, это нормальный стык поколений, когда старшее поколение ругает младшее. На самом деле все так печально, как достаточное количество людей пропагандируют. Это совершенно не печально, просто-напросто надо с детьми работать. И вот здесь добиваемся, что зачастую военно-патриотические клубы на энтузиазме работают. Да, сейчас грантовая система, президентские, но это очень тяжело получать. Хотелось бы, чтобы и на местах была поддержка этих военно-патриотических клубов, которые, ну, раньше орели с улицы, а сейчас, пусть даже на час-два они оторвут от интернета, это уже большая польза. Потому что в интернете это основное зло, могу сказать, которое идет извне и которое разрушает, к сожалению, не только молодежь, но и взрослых. Это надо смотреть правде волоса, этому подтверждению, ну, Украину, потому что у нас были автомарши, ну, как поддержку и напоминание о победе Великой Отечественной войне. И вот более 20 лет назад уже на Украине это было заметно отношение, ну, не всех, а части населения. Их обрабатывали с Запада, там знают, как это делать. И вот обидно было смотреть, что поддаются. И как пример могу привести, 2015 год был международный лагерь Донузлав в Крыму. И когда приехали, ну, с нашего края были ребята 10 человек, приехали с Луганской народной республики, тоже молодежь, их 12 человек было. И когда один из ребят говорит, нам очень обидно за то, что наши беженцы, когда женщины, говорит, понятно, а когда здоровые мужики бегут, не хотят свою родину защищать, нам, говорит, обидно. Мы воюем, мы знаем, любим родину, а они, значит, не любят. Вот это мне запомнилось, ну, такое не забывается. Когда ребенок, он, ну, 17 лет ему было, но у него взрослые мысли, потому что он знает, что такое война. Мне так давно в эфире, вот, как раз-таки, тематическая программа обозрения демонстрировали сюжеты из города Антрацит в Луганской народной республике, шестом, над которым взял Ставропольский край, в целом, над Антрацитовским районом Луганской народной республики. И моя коллега Лена Мирошникова в своем специальном репортаже общалась с местными жительницами, ибо город практически принадлежит женщинам сейчас и старшему поколению. Потому что все мужчины, так или иначе, отдают свой долг перед Малой Родиной, перед Луганской народной республикой, как раз-таки побеждая национализм на просторах и освобождая Луганскую народную республику от многолетнего прессинга русскоязычного населения, которое еще задолго до 2014 года началось. И я думаю, те наши телезрители, которые с темой знакомы, а не просто по верхам читают информационные сводки, прекрасно понимают, о чем мы с вами сегодня говорим, Николай Иванович. И как раз-таки прекрасно понимают важность поддержания патриотической работы на местах, пусть даже вот Ставропольский, когда там в 800 километрах находится сейчас, тут линии фронта, даже больше, наверное, километров 900 надо проехать. Но в то же время и здесь тоже есть деструктивная работа, которая направлена как раз на молодое поколение. Вот поэтому, Николай Иванович, вопрос вполне логичный. И после начала специальной военной операции по защите Донбасса, какова была реакция боевого братства на происходящее сейчас геополитические изменения и вообще на необходимость вот этой работы? Как видоизменилась работа общественной организации? Ну, у нас работа и до спецоперации проводилась, и поддержка была, вот как я вам уже и сказал, что вот эти автомарши, они шли в поддержку именно русскоязычного населения, независимо от Украины. Это она по другим государствам тоже проходила. И вот здесь, ну, могу сказать, например, Мариуполь, это родина Савлина Дмитрия. Наверное, и по телевидению многие видели, что очень часто показывают. Там сейчас волонтерская рота боевого братства, ну, помогают в распределении гуманитарной помощи. В то же время боевое братство объединяет и тех ребят, которые проходят сейчас воинскую службу. Они также принимают участие, и это взаимодействие происходит постоянно. А как дополнительно, это идет взаимовыручка, когда попадают, ну, с ранениями, это не надо скрывать, что бывают ранения, и не только. И вот здесь, если куда попал в госпиталь парень, и есть необходимость узнать, как, что, то мы созваниваемся с другими руководителями, и там идут, посещают ребят, это тоже своего рода большая поддержка, что он знает, что он не один находится, а это немаловажно. Также и то, что письма солдату, ведь это тоже поддержка большая, потому что многие солдаты эти письма с собой носят. Потому что, когда дитё пишет и поддержку, то это запоминается надолго, и хочется ради этого жить. В срочку служил я, проходил свою срочную службу в Севастополе, в городе Героя, в рядах отдельного издельно-ракетного полка морской пехоты, и весь свой год под сердцем, в кармане нагрудном проносил письмо от родителей с их фотографией. Действительно, это было такое напоминание, ради чего я здесь, и что ждёт меня дома. Точнее, кто, каждый вечер открывая, перед сном, перед вечерней поверкой, смотрел, улыбался, и действительно на душе тепле остановилось. Но это ещё мирное время, несмотря на то, что тогда в Крыму тоже было, скажем так, не особо спокойно. Но в то же время, да, в то же время, конечно, не те задачи стояли перед нами, что сейчас стоят перед ребятами, которые свой воинский долг как раз-таки на территории Донецка и Луганской республики отдают. Николай Иванович, вообще, как-то наши с вами телезрители и земляки, которые сейчас смотрят актуальное интервью, могут ли посредством боевого братства поддержать наших ребят, которые проходят, выполняют задачи? Ну, это не то, что могут, а это и проходит в этот период, потому что, оказывается, и гуманитарная помощь различная. И вот ветеранами боевых действий был создан благотворительный фонд помощи военнослужащим и членам их семей. Потому что обращаются многие ребята, которые и возвращаются, бывают и члены их семьи, обращаются с проблемами. Было, приходили и родственники погибших ребят. Им всем необходима помощь. И сейчас, пока еще как таковое, это горячая, то есть рана больная, но пройдет небольшой промежуток времени, и начнут эти люди обращаться. Мне очень, ну, как сказать, приятно, что наш Ставропольский край одним из первых регионов в Российской Федерации, когда приняли закон благодаря губернатору нашего края Владимира Владимирова о поддержке ребят, наших земляков, которые выполняют, принимают участие в этой спецоперации. Это очень большая помощь. То есть знают о том, что они не будут забыты. И сейчас эта работа, в том числе и нами, проводится по всем ребятам, которые погибли в различных локальных войнах и конфликтах. Есть федеральный закон о воинских захоронениях. Ну, у нас в крае немножко с этим сложновато, потому что не все понимают, что могилы погибших при исполнении воинского долга наших защитников являются воинским захоронением. Они должны быть поставлены на соответствующий учет и уход. Потому что уходят родители, и бывает зачастую эти могилы остаются неубранными. А это не совсем так. То есть это вот первое, что о погибшей забота, второе, о тех, кто получил ранение. Ну, и, естественно, о тех, кто жив. Потому что это тоже немаловажно. Некоторые, как ни обидно, когда руки, ноги целы. Да, психика у всех, кто принимал участие в боевых действиях, да. Это нанесен, так сказать, урон. Но все это можно восстановить. Для примера могу привести, вот у нас есть Вячеслав Климов. Парень, который пришел с Афганистана слепой. Но он работает. Он играет на гитаре, песни поет. И он начал даже книги писать. То есть вот пример, когда человек не потерялся в жизни. И 4 июня он был включен в Союз журналистов России. То есть это тоже приятно. Есть Евгений Степаненко. Это участник на Северном Кавказе. Который также занимается спортом, с детьми работает. То есть вот они, которые получили травмы. Не психологические, а такие травмы. Но они не потерялись. Они живут. Жизнь не остановилась. Не остановилась, они продолжают жить. Николай Ильич, вполне логично поинтересоваться, как вам, как общественникам, в достижении поставленных целей, озвученных нами ранее, помогают органы исполнительной власти нашего края. Ну, о законодательных и о депутатском влиянии, думаю, чуть позже. Итак, губернатора сегодня упоминали, но в целом поддержка краевого правительства в обеспечении решения этих задач какая приходит? Ну, здесь правительство края помогает общественным организациям. Это то, что выделяются субсидии краевые. Это тоже своего рода поддержка, которая происходит. Организаций общественных у нас в крае очень много. Более трех тысяч. Но работают, наверное, около 50 тех, кто действительно работают. И для того, чтобы было взаимопонимание в слазе здесь, да, разногласия все добудут. Но взаимопонимание между боевым братством, правительством края есть и с муниципалитетами. Поэтому надо находить компромиссы, и все будет решаться. Плюс ко всему мы понимаем, да, что не все законодательство в области вашей сферы интереса несовершенны. Поэтому вполне логично поговорить о взаимодействии с депутатским корпусом. Ну, вот здесь, смотрите, чтобы насчет взаимодействия с властью еще, с исполнительным, так сказать. У нас боевое братство на последней конференции 5 лет назад было в состав Совета вошли руководители различных ветеранских организаций. Это и союз десантников, и инвалидная, и другие организации. И ранее в Ставропольском крае был Совет по делам ветеранов. Ну, и вот мы создав вот такой совет разнообразный, при работе с правительством края, в прошлом году, согласно распоряжению губернатора, в декабре был создан координационный совет по делам ветеранов боевых действий при губернаторе Ставропольского края. Вот он диалог, когда, чтобы ни письма, ни один человек мог, а через какое-то время проходит такая встреча и обоюдная. Ну, и, естественно, взаимовыгодная для того, чтобы непосредственно из первых уст услышать о необходимых проблемах и методах. И проблемой, чтобы можно было ответить, глядя, вот как мы с тобой сейчас общаемся, точно так и там. Поэтому... Что насчет депутатов нашей Краевой Думы? Идут ли они на встречу в решении поставленных проблем? Ну, вот здесь депутаты наши краевые тоже идут на встречу в решении проблем, но пусть не в обиду, там и наши ветераны боевых действий есть, ну, там как-то более это замедленно идет. С правительством, ну, почему-то немножко проще. Будем надеяться, что темпы выровняются, да, и в решении задач и со законодательной стороны, и со исполнительной, по крайней мере, сравняются. Я надеюсь на это, что так оно и будет, но здесь то, что с депутатским корпусом, почему, немножко сложнее, потому что часть депутатского корпуса меняется. А для того, чтобы выровнять это и чтобы они вникли необходимое время, ну, а время, оно, как говорится, лечит. Так и здесь, что все это выровняется, но у нас на уровне края и так принимаются законы, которые по улучшению социального положения ветеранов боевых действий. Поэтому и в то же время, когда обращаемся, чтобы выходили, ну, на федеральный уровень, там тоже требуют законодательство, федеральное тоже изменение. Но это законодательство уже устарело. И для нас уже, ну, несколько лет, что по ремонту жилья, например, для родителей погибших, почему-то родители должны были находиться на иждивении погибшего, чтобы им делали ремонт. Ну, как 18-летнего Маглина иждивенина. То есть, ну, это в законодательстве, в федеральном есть. И вот совместно с исполнительно-законодательной на уровне края эти вопросы формируем и направляем выше. Ну, это я маленький приведу. Ну, один из, да. Один из. Думаю, туда белые пятна рано или поздно будут закрыты. И все-таки вот проблемы, связанных с обеспечением ветерана боевых действий в нашей стране, все меньше и меньше станет. Время не только лечит, время еще и заканчивается, к сожалению, в эфире актуального интервью. Поэтому в завершении такой вопрос, которым, я думаю, резюмируем нашу с вами беседу. Николай Иванович, вообще сегодня в контексте нашей беседы мы говорим не только о военно-патриотической работе с молодежью, но и в целом, да, о работе с ветеранами в нашем крае, да, о работе с молодежью в контексте общественных организаций. Самая главная и простая, и, быть может, самая емкая мысль, которая касается мотивации всех участников вот этого достаточно многоликого процесса о военно-патриотической работе в нашем крае. В чем же, на ваш взгляд, мотивация каждого, кто принимает в этом участие? Вот здесь мотивация каждого, наверное, не надо ждать, что за него кто-то сделает. Прежде чем говорить, мне надо, ты должен сам сделать что-то. Это касается всех и каждого, наверное. В том числе и вот если ветеран и решил работать с молодежью, то он уже отдает. Молодежь сразу же, она, если, как уже я говорил, если не так что-то делать, то это сразу видно. Поэтому вот здесь каждый, прежде чем говорить, что у нас плохо или еще как-то должен подумать, что, а что я делаю, чтобы у нас было лучше. И вот когда каждый человек, не только ветеран, а каждый будет задавать, что, а что я сделаю, чтобы было лучше, ну, наша жизнь наладится. Это, ну... Золотое армейское правило коллективной ответственности здесь тоже применимо. Очень даже применимо. И то, что сейчас народ откликнулся и помогает нашим военнослужащим, и словами, но больше делами, это очень немаловажно. То есть это поддержка, как во время Великой Отечественной, что были труженики тыла, так и сейчас народ поддерживает наших молодых ребят, которые знают, что они защищают мир на нашей территории России. И знают, что их ждут дома. Да, знают, и это немаловажно. Николай Иванович, спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Ну, пожалуйста. Всегда рады работать на благо края и Родины. Друзья, на этом наше актуальное интервью подходит к концу. Меня зовут Ростислав Скидан. Берегите себя и близких, и оставайтесь на своем.